друзья всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые воздействуют и влияют на финансовые активы не забывайте подписываться на наш канал маркет составляйте вопросы в секции с комментариями не забывайте ставить лайки также мое традиционное в последнее время напоминание для тех кто еще не знает в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш телеграм-канал а маркет с торговыми идеями которые мы поддерживаем каждый день огромное количество аналитического контента это просто наблюдение по рынку общие тенденции на долгосрок и конкретные торговые косрочные рекомендации то есть точно сможете найти что-то стоящее прежде всего для вас ну что сегодняшний день это по сути еще одна кульминация того что будет с американской валюты дальше может быть даже мы вправе говорить о предстоящем отсчете по non-farm pearls точно так же как мы говорили о серьезном воздействии на рынок который может оказать выступление паула на симпозиуме в джексон холли раньше мы ждали до того как в пятницу в прошлую паула выступил с речью ждали что он уточнит перспективы американской денежно-каритной политики и отчасти в принципе это произошло на паула отметила что решение фид резерва будут полностью зависит от прогресса на американском рынке труда и с тех пор мы охотимся как спекулянты и трейдеры за каждым отчетом который нам удается найти в экономическом календаре по штатам и стараемся заранее еще до каких-то дополнительных ответственных влиятельных заявлений чиновников фрс понять что же произошло за последний день и как это может впоследствии повлиять на риторику американского регулятора поскольку паула дал нам установку что нужно смотреть за рынком труда мы собственно это и делаем ну хотя мы всегда знали что для американского регулятора есть два макроэкономических параметра на которых выстраивается политика это инфляция и рынок труда в среду вышел отчет эдипи важный релиз это частная оценка того сколько было создано новых рабочих мест в месяц хозяйственного сектора она предваряет нонфармы и очень часто на основании данных эдипи делают выводы о том какими могут быть нонфармы эдипи 374 тысячи новых рабочих мест цифра вроде бы как большая но ничтожный показатель для американской экономики сейчас когда сша восстанавливается от последствий к вида если друзья мы сегодня увидим по нонфарм перлс такие же значения это будет беда для доллара американская валюта продолжит валиться в принципе как локально снижается сейчас закрепится ниже 90 двух пунктов и будет претендовать на обновление более низких ценовых значений потому что значение и прирост созданных новых рабочих мест в диапазоне от скажем ста тысяч до пятиста тысяч до поломиллиона это показатель который будет интерпретирован как крайне слабый и это показатель на котором априори при всем уважении при всевозможных сценариях не сможет выстроиться позиция американского регулятора при которой фрс может отказаться от программы количества смягчения и начать готовить нас трейдеров и спекулянтов к скорому росту процентных ставок я думаю что сегодня нонфарм перлс будут диапазоне ну нижнюю границу я не обозначают на несутся в диапазоне от какого-то нижнего уровня до 500 600 тысяч и считаю что это статистика очень сильно разочарует всех тех кто следит за этими данными и станет еще одним аргументом железобетонным аргументом для представителей педрезерва прежде всего для павла чтобы пока что не торопиться с решением которое предполагается сокращение программы количества смягчения пока что я имею ввиду предстоящее заседание фрс которое состоится в конце этого месяца поэтому прогноз у меня в принципе точно такой же как было в начале этой недели мы ждем конкретных действий от фрс мы ждем конкретного изъявления что пришло время для ужесточения политики а пока этого нету следим за статистикой и верным образом ее интерпретируем слабые данные это то что отсрочивает решение фрс по на изменению именно их на курса монетарного курса сухом остатке по индексу доллара ожидаем сохранение нисходящей тенденции их будем ловить индекс доллара ниже девяносто двух пунктов уже в рамках текущей торговой сессии как на это отреагирует американский рынок казначейских облигаций даже не знаю что здесь стоит лучше отметить в качестве первого источника движений возможно на статистику первым отреагирует американский рынок долга и рынок долга снижение доходности облигаций потенциально повлияет на американскую валюту и это уже скажется на котировках золота за которым мы также следим 1811 долларов за тройскую унцию ставка в лонг сохраняется потому что все что было сейчас озвучено про перспективу американца набрасываем на то что произойдет золотом то есть золото вряд ли может показать и развить нисходящую динамику на фоне аналогичного обвала индекса доллара хотя бы только потому что если мы дождемся снижение американской валюты это точно будет означать то что просили доходности трежерис инвесторы будут искать альтернативу круче золота лучше золота они точно не найдут далее идем европейскую валюту мы покупаем очень хорошо вошли в сделку сейчас котировки уже 1 18 76 цели 1 19 1 19 50 я допускаю друзья что если индекс доллара сегодня закрепится ниже 92 пунктов будем ждать евро в районе отметки 120 сейчас евро поддерживает помимо слабости доллара помимо ожиданий того что доллар будет еще слабее еще и слухи которые появились относительно того что европейский центральный банк уже на следующей неделе может намекнуть нам во время своего заседания о том что рассматривает сценарий сокращения своей европейской программы количественного смягчения которая как вы знаете называется экстренной программой покупки облигаций для нуждающихся предприятий если такого рода заявления будут сделаны то разумеется ужесточение монетарной политики это еще один фактор поддержки евро потому что сокращение программы кьюи это шаг в сторону отказать экономических стимулов не вижу каких-либо преград сейчас для евро тем более что и последние макроэкономические данные в целом не не были плохими и мы не возвращаемся к еврозоне как к региону который сталкивается с с острым проявлением новой вспышки коронавируса все-таки кампании по вакцинации продолжаются сама вакцинация работает и мы не смотрим на перспективы еврозоны как на что-то страшное которое в конечном счете аукнется на потребительской активности и общем показатели экономического роста валютного блока нету никакого негатива пока что еще помогает слабость доллара давайте верить снова в рост главного валютного риска фондовый рынке пока не трогаем ранее на них очень хорошо заработали но фонда растет и мой прогноз мой сценарий я допускаю что рост будет продолженный дальше и рынок нефти также очень хорошо отработала наша сделка мы еще не добрались до целевого значения в 75 долларов за баррель но идем полномерно туда х и вчерашнего дня 73 44 нефть растет потому что опек не поддались давлению сша и не стали увеличивать добычу сверх установленных ранее квот и договоренности которые будут действовать как минимум до конца этого года запасы друзья снижаются прошлой неделе минус 7 2 четвертая неделя подряд 7 2 миллиона соответственно учитывая что последствия врага на и да проявится уже через неделю то есть это скажется на запасах хранилищах запасы и бензина и нефти в следующий среду когда будет официальные данные скорее всего будут на новых многолетних минимумах к этому заранее готовимся и ставим на то что котировки нефти и бренды и добыть продолжат получать достаточную поддержку ну и целом если говорить про ураган и до до сих пор больше 75 процентов вам нефтедобывающих мощности в мексиканском заливе по-прежнему не работает друзья ждем статистику в 15 30 по московскому времени она все расставит на свои места ждем давление на доллар и отработку тех идей которые также параллельно озвучил хорошего вам закрытия недели классных выходных увидимся понедельник всем пока